что за алло это нормально нет все же поняли что там так это меня неинтересно спасибо там вагина женская из нее торчал салат и помидор но эти малые половые губы там поди нет 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 я я думал этого не будет вылезать правда ну как я уже ребят я уже нажал мне это не интересует если бы я сидел сейчас на толчке и какал меня бы это интересовало но на стриме меня это не интересует пойти это стойчивый чел до что делаешь музыку слушаю хочешь я теснуть покажу дед сейчас фотку отправлю как раз так не надо надо такой еблан уйдет идет 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 смотри это шоу ебану сегодня эксклюзивный расклад которые заказали в телеграм-канале значит сегодня настя 17 и на прокладках гадает или что это прокладки гадки я шараги перемешиваем карту верни собаку не хочу сладному айка хочется поймать моя зая ну а шо ты хочешь хочешь хочется хочется к уточкам ну прыгай потолкнуть ну к уточкам хочешь давай чё нет но шо мне я не могу их заставить к тебе подойти прыгай в воду и плыви за ними я надеюсь ты не утонет чат чат вот верните мне сколько тут секунд я не знаю верните мне прямо сейчас 30 секунд моей и не нужны никому жизни пожалуйста верните мне их вы у меня забрали 30 секунд моей жизни кто мне их возместит я перед смертью буду вспоминать что я потратил их на этот тик ток где собака за уткой поплыва все понятно вот котики это смешно всегда вот дети не смешно а вот эти котики уже смешно папа glory hall вот ты не досмотрел нас и дорогие друзья сегодня смысле она утонула так она утонула походу хорошо теперь вы должны мне вернуть ровно 15 секунд еще жизни поверх 28 этот почти минута блять уже ладно перекусочек дальнобоя чё там тут у нас небольшая поляна тут кружечкой чая здесь пепельница ё-моё евротрак котлетки у нас бля прикиньте вместе сидят играют это ваще фу так какая-то тут рыба непонятно что это попробую а тут уже кстати два месяца блять чем говорит укажите оооох вностика она блять что с ним валентин что с тобой Ты на каком основании, блядь, чё-то делаешь? А? Скажи, пожалуйста, что ты имеешь в виду? В зелёнке. Ну, ты куришь на сигареты. Это мои сигареты с ментовом. У тебя другие сигареты. Пиздец, чё происходило? Нет, это не то, что вы думаете. Он в зелёнке почему-то. Весь. Чё, блядь, тут происходит? А вы откуда? Беларусь. Алиса, ха-ха-ха-ха. Беларусь, и чё у вас происходит там? У меня есть Алиса, кстати. Завидуйте. У нас телефон на Алисе стоит. Завидуйте. Завидуйте, я с Яндексом сотрудничаю. Две сидят, нахуй. А зачем тебе город? Брест. И что? Ну, и что? И чё? Ну, типа Пинск. Спасибо за подписку. Серёга, спасибо большое. Блядь, такие курицы две, я еб... Вот кто такие стримы, блядь, смотрит? На что вы свою жизнь тратите, блядь? Их там чмырят, каких-то две, не пойми хуй, пойми кого. А если я скажу привет, Сири, она услышит? Ща, у меня откреплено. Это шмотик. Мне даже интересно просто. Привет, Сири. Нет, она меня не слушает сейчас. Тут такое качество слишком хорошее, но мне не нравится. Да, все, мы... Ой, ой, здравствуйте. Ну, купи андроид какой-нибудь попроще, блядь, ты ждать 5. Тебя братишкин смотрит. Не надо приколов таких приколов. Братишкин. В смысле меня... В смысле меня братишкин смотрит? Нет, что происходит? Крыса еб... Кто спалил? Все, уходим. Сколько? Все, ладно. Если что, мы никого не смотрели только что. Мы просто смотрим тикток, да, типа. Ну, какие трансляции, блядь. Сделаем умный вид, поняли? Кошаков, кидайте своих любимых со скобочками, которые... Сейчас какой-то ор будет, смотрите. Это такая хуйня тема через гармошку играет. Блядь, сука, я думаю, его напугают. Он сейчас заорет и дунит жестко. Блядь, надо такую же хуйню делать. Он, видимо, приклеил все губы, блядь, или что? Да что, ты разъеб. Ух. Так ты шо, еб... Бать, реально. Я еб... Ух. Вот, ха-ха-ха, и ты шо. Подожди, тут вообще песня. Продолжи пословицу. Дают, бери. Не дают, а отбери. Что за гений, еб... Дают, бери, не дают, а отбери. Кайф. А чо? Бля, мне кажется, алкаши какую-то хуйню знают. Что-то вот они там познают, короче, в своем... Мирке, блядь, в голове. Такие гении. Я бы не ответил никогда так в жизни. Правда. Твое пашут, а семеро... Ебашут. Правильно. Где родился, там и... Спился. Правильно. Чё, блядь. Слушайте, а куда деваются киты после того, как они умирают? Ведь это... Куда, блядь, под воду уходит? Громадные животные. Неужели дно океанов буквально завалено их скелетами за миллионы лет эволюции? Да. После гибели, друзья мои, кит сразу же становится добычей акулок, морских птиц и вообще множество рыб. И все они съедают кита почти до костей. И кости эти уходят на дно. И тут к процессу... Мужик, спасибо, я не знал. Разборки подключаются разнообразные бактерии, которые расщепляют китовые остатки и питаются ими. Скелет же кита много лет будет лежать на дне, где его будет разрушать деятельность бактерий, моллюсков, иглокозных, давления воды. Я не буду это возвращать. Там осуждаю какой-то. Но, мужик... Так а я про мужика ничего не говорю. Там норм? Редкая! Величайшая! Для кого? Величайшего! Я думал, он выиграл. Он проебал. Еще прикол. Прикол в том, что это неожиданный поворот, блядь, или что? В этой крошечной стране больше всего в мире иностранных военных баз. Но почему так получилось? Это Джибути. Маленькое государство в Африке, о котором вы, может быть, даже никогда и не слышали. По размеру Джибути меньше Армении и Молдовы, а живет там всего миллион человек. Но у этой страны очень важная роль в международной политике. Смотрите сами. Там расположены военные базы США, Италии, Японии и Китая. База, аэродром и военный порт Франции. Германия, Испания и Великобритания разместили в Джибути своих солдат. Саудовская Аравия уже договорилась построить свою базу. Россия хотела, но не договорилась. А Индия ведет переговоры. Но почему? Все дело в том, где расположена Джибути. Эта маленькая страна находится прямо на берегу пролива между Африкой и Аравийским полуостровом. Через него должны пройти все суда, которые хотят попасть из Европы в Азию и обратно. Просто представьте, все товары, которые Китай поставляет в Европу. Половина товаров из Китая в США. Вся нефть и газ арабских государств, которые идут на запад. Все, что должно пройти через Суэцкий канал, сначала должно миновать этот небольшой пролив шириной в 28 километров. И если эта точка окажется под угрозой, огромные проблемы начнутся по всему миру. А этот регион не самое спокойное место на Земле. Рядом с Джибути находится Эритрея, которую называют Северной Кореей в Африке. Жесткая диктатура одной из самых несвободных государств в мире. Другой сосед – Сомали. Страна анархия, страна хаос. 40 лет там просто нет никакой власти, а люди зарабатывают пиратством. Да, пиратством прямо в проливе, на котором держится половина международной торговли. Там, по-моему, насколько я слышал, можно ху**ть пиратов, просто сразу стрелять. Если какая-то неопознанная лодка, там что-то такое я видел, короче. Я видел несколько тиктоков, где просто ху**ть с автоматов. Там уже 10 лет продолжается гражданская война. И единственная страна, в которой ситуация более-менее под контролем – это Джибути. Поэтому в интересах крупнейших мировых держав иметь там своих военных и обеспечить безопасность в регионе. Да, Джибути тоже не самая свободная страна в мире. Президент там не менялся с 99-го года. Но, по крайней мере, там никто не воюет. И во многом как раз потому, что никому в голову не придет начинать революцию в стране, где находится столько иностранных военных. Так что руководство Джибути вовсе не против такого расклада. В этой крошечной стране... Что-то я сомневаюсь, что они там свои базы разместили для того, чтобы безопасность была в этом государстве. Так можно в каждом тогда разместиться с такой политикой, блядь, везде. Чё бы везде было безопасно, поставим все свои базы, блядь. Чё? Безопасность торговли. Так а какая разница безопасность торговли, если у тебя дальше Сомали? Там же есть какая-то, ну, нейтральные... Это ж нейтральные воды считаются? Или там какой-то, может, территория тоже делится, кстати? Море... Море тоже можно делить, по-моему, насколько я знаю. Короче, я не шарю просто в этом всем. Ты тупой, сука. А ты ебать умный, нахуй, сидишь, блядь, диванный хуй. Умный, нахуй, сидит, блядь, тут. Иди, нахуй. Блядь, но я, конечно, не люблю сильно выебываться, но просто, чтобы вы понимали. Так. Я... Слушай, чел, у тебя багажник, блядь, выглядит лучше, чем, я хуй пойми, у кого. Бубр, курва. Я пирдол, я кипидле. Бобер. Эй, курва, бобер. Кому принадлежит Антарктида? Ты еди нахуй уже, блядь, все, блядь. Я че, я, блядь, тикток захожу, разлагаться тут, а не уметь. Давайте разберем самую тупую и бессмысленную дуэль Пушкина, которая, собственно, привела к его гибели. Бля, ну, чат, сегодня мы просвещаемся, походу, я хз. Какой-то геропейский долбоящер Дантес доколупался до жены Пушкина Натальи, и светское общество начало разгонять этот конфликт. Аноны запостили пасквиль, ну, то есть такой трэш-ток, где Пушкина назвали... Осуждаю. ...что, типа, его жена дико жарится, причем не только лишь с Дантесом, но и с царем, то есть с Николаем Первым. Есть версия, что этот пост написала просто рандомная телочка и далее Полетика, которую бомбила от Пушкина. Пушкин решил, что эта дрочь исходит от Дантеса и газанул на него, то есть вызвал на дуэль. Но этот ушел... Слушай, он нормально так объясняет, слышите? С кайфом, если честно. ...к женился на сестре Натальи Гончаровой, Екатерине, и как бы Пушкин вынужден был отозвать предъяву, тем более там царь вписался и просил не разгонять и так далее. Кстати, из этого можно сделать вывод, что Екатерина Гончарова конченая, но это ладно. Далее рофлы про куколдизм Пушкина продолжились. Он бомбанул, написал трэш-точное сообщение в ICQ или типа того батьку Дантеса, и после этого уже состоялась дуэль. Отсюда возникает вопрос, нахера устраивать смертельный баттл, если просто какие-то долбоящеры разгоняют трэш-ток? Пушкин ведь тоже умел в трэш-ток, причем не хуже, а лучше каких-то гееропейцев. Если же жена Пушкина, Наталья, как бы давала повод для такого трэш-тока, заигрывая с Дантесом, то это уже полный зашквар, и нахер эту жену она непригодна. Но если она все делала ок, то нахер всех этих хейтеров. Тем более Пушкин сам писал такие тейки, как То есть Пушкин прекрасно понимал, что к смертельным дуэлям дуэлянтов подталкивает общество, его криповые понятия. Ну это примерно как общество считает, что, например, настоящий оппозиционер должен оставаться в России, иначе он зассал. В то же время Ленин спокойно мотылялся за границей, и как бы норм. Общество считает, что надо со всеми дико пи***ться, никому не спускать обиду, хотя по факту те, кто это вкидывает, сами драться не будут. Потому что они либо ссыкливые чмошники, либо тетки из янды... Ебать, меня базируют, слышите! ...зеной одноглазников. Не этим теткам решать, должны ли мужчины рубиться, и в каких случаях. Завалите свои хлебалы, и варите варенье на своих сраных дачах, и выращивайте синенькие, то есть баклажаны. Рекомендовал бы, понимаете, то есть открыть секс-шоп, или, в общем-то, торговать там фалоимитаторами, блядь, а не заниматься, понимаете, хернёй, блядь. Далее, схерали такому статусному чуваку, как Пушкин, рубиться с каким-то георапейским ушлепаном. К тому же было известно, что этот ушлепан стреляет очень хорошо. Но это примерно как человек с хорошей репутацией. Я не знаю, меня, короче, поняли, меня базировали чуть-чуть, блядь. А хотя вроде Пушкина включал. Типа Бэткомедина или там Нойза МС бросил бы, блядь, вызов Ильясу Якубову и огрёб бы люлей. Потому что, ну, Якубов всё же боец, хоть и поп ММА. Теперь разберём, как проходила дуэль. Дантес шмальнул, не доходя метра до барьера, поскольку, как бы, меткость позволяла. Пушкин упал, но не зассал. И по мне стреляли, и я упал в лужу, ну... Он попросил дать ему ствол, так как его ствол упал в лужу. Ему дали новую волыну, так сказать. Дантес стоял с поднятой рукой. Тут, например, показано, что он стоит, как бы, во фронтальной стойке. Но мне кажется, он стоял боком и прикрывался, соответственно, правой рукой. Так, в принципе, можно закрыть сердце и печень. Пушкин шмальнул и попал ему в руку. Пуля пробила руку, ударилась о пуговицу, что и спасло гейропейцу. Осуждаю. Давайте разберём саму... Так, значит, хорошо, я понял. Бля, похуй. Ас-саламу алейкум. Малейку ас-салам, хай. С чем занимаешься? О, это пять лет назад было? Да бля, не хочу я смотреть тиктоки. Алло. Здравствуйте. А, барашка. Что с косарём делать? Как-то мало, бля. Бля, мало, что-то вообще косарь. Как почувствовать. Косарь. Топ-1 пара этого года от китайского бренда Eblon. В коробке лежит сертификат, фирменная бумага, фирменные пыльники, упаковка у бренда 10 из 10. Вот и сами кроссовки. Имеется логотип на язычке. Логотип на боковой части подошвы. По материалам всё очень приятно. Так, где купить? Eblon хочу в Eblon ходить. Важный батл. То есть я уже один батл выиграла, я перешла в следующий тур. И сегодня этот батл. Круто, сама с собой батл. Изобретатель создал зонт-дрон, который парит над головой, и его не нужно держать в руках. Зонт не сможет защитить от дождя со шкваристым ветром, его сносит. Но зато можно спокойно пользоваться телефоном под дождём или даже ездить на велосипеде. Изобретатель создал... Я не знаю, чё это, но это... ...разработка. Требую туда миллионы вложить. Едь имба. Ну что, Василий, сидишь? Сидишь? И башки квасишь. На огород пошли, картошку копать. Давай, пиздуй. Ну, блядь. По зевушке делаешь. Скажи, пошла ты нахер со своей картошкой. Скажи, я её не ем. Ты ешь, скажи, и пиздуй, и копай. Вот так. Это я со своей бабушкой. Я ей помню точно, в 16 лет так ей, блядь, и сказал, нахуй. Я говорю, мне тут, блядь, своё здоровье убивать, блядь, я пойду, лучше 100 рублей за мешок отдам. Опа. Стаспиль, это всё. Россиянин в Алматы дрелью просверлил себе череп и вставил чип для контроля над снами. Чего, блядь? Чё происходит вообще в мире, нахуй? Найс. Чего они испугались? Больше эту хуйню не употребляй. А это я видел. Что? Что, блядь? Какого хуйня? Он же там на кота нассал в оригинале, алло. Пожалуйста, пожалуйста. Он же что-то скажет, да? Не понял, а как? Что? а ебать чудо за хуй так Вот это знакомый звук. Сиренеголовые, блядь, идут. Чат, я всю жизнь думал, блядь, что там стоят колонки, которые очень громко звук х**ят, а оказывается там ротор какой-то х**ят. Крутится. Ай, блядь, я с... Блядь, какого х¢а п***а. Я вообще не ожи... Я осуждаю, блядь. Как там корова, блядь, оказалась. Ух... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а. учила учила клетка для котиков смотрите черт какой это просмотрел находит собака трясется какого а я это не досмотрел или что вот смотрите клетка для котиков это вообще что сумасшедшая чё за котами еще не какие-то лысые для мне жаль людей кто это же получается дефект дефектное животное вот это лысая понимаете а ну лысая потому что она больно его надо запретить на законодательном уровне он нездоровый этот котик понимаете я говорю почему это кошка лысый вы мне говорите порода такая так это не ответ я спрашиваю почему он лысый никто не знает понял всем привет этот тест на гений в тесте 10 вопросов на каждый 5 секунд поехали первый вопрос за какое право борются феминистки бесплатные шлепки 4 вариант г равна бесплатные шлепки на крепостное право сука ты чё ебанулся вопрос какую пиццу готовят на не океана невозможно приготовить пиццу на дне океана вариант б правильно титан третий вопрос как зовут собаку до сиреного брата по линии метро после нового года джеймс верно джеймс четвертый вопрос орел или решка или голубь или цифра голубь да ты верно решка 5 вопрос следующая сложность где чаще всего используют соль в питере вариант в питере так какого правильно при приготовлении блюд такие варианты добавляет но это нереально ну такое сдать вообще экзамен по этим вопросам кем на самом деле является холодильником тренером по хобби хорсингу вариант г фуха тут угодно верно тренер по хобби хорсингу седьмой вопрос почему в клипе на песню синий трактор отсутствует 250 тонн тарасила потому что клип создавался для детей вариант г правил вьета что они решили по формуле вьета 8 вопрос следующая сложно что делать если вы случайно попали в смерч дуть в противоположную сторону вариант а бля как будто в подойдет да сука ты я так и знал я не хотел жопу лизать какой-то скотч пазы девятый вопрос к вам прилетели инопланетные гости что делать возьму на них кредит вариант в а бля правильно возьму на них кредит 10 вопрос зачем изобрели джойстик чтобы комфортно плавать батискафе варианта это очевидно я хотел сам верно за четвертым энергоблоком ура ты прошел тест на гения теперь самое время посчитать количество процентов напиши в комментариях сколько вышли один из камер ебаный новых встреч сфинксы появились 1966 году когда провинции онтарио канада бомба сначала на свет появился мутантный бесшерстный котенок которого затем скрестили с его матерью а ну понятно ребенок инцеста вот понятно чем лысый кстати про бомбу я сам придумал а то может поверил бы кто это ограбление живо деньги на так хорошо овощ крутится мне смешно надо сходить психотерапевту наверное какие-то белорусские приколы пошли я вам взял куснул твердо переворачиваю тут ты ржешь блять уебище и господи чё блять смешно это икона богохульник шоколадка такой кринж похоже этот тип вообще всегда смеется я так понял не это это реально кринж я не знаю как его люди смотрят блять чмошник ну вот в ебэйшен все груши разъебэйшен весь ламинат стены и просто оттопырился и вот он знаменитость лариса вы гений я вас люблю лариса оттопырился чел реально и шашлычок и миллион нихуева ты устроился братела это мое невизущее место это мое невизущее место ты не сможешь опрокинуть эту термокружку сяоми вообще никак не это ну надо просто она оснащена простым но специальным механизмом который срабатывает при постановке кружки на стол и помимо прочего она отлично сохраняет тепло или холод вплоть до 12 часов и чтобы убедиться бля дайте мне эту кружку я ее сейчас за 5 секунд наверно в том что эта кружка настоящий спартанец давай проведем эксперимент наливаем воды и пробуем сбить ее с ног вот так так даже чел окей ну типа такими ударами мне кажется ну любая кружка не упадет можешь посильнее пиздану чуть-чуть вот так кинем что-нибудь еще кинем кинем еще сильнее пригласим тунца экспертов опрокидывания разных предметов а теперь попробуем поднять пинг механизм срабатывает просто когда ты берешь кружку за ручку прилипает видимо так что если у тебя есть маленькие дети или коты бери эту кружку не пожалеешь вот у меня бутылка пустая вот стоит на руке он такой вот так даже падает 3 вот так вот так вот так ну и ну я не знаю какую кружку ты там ну наебываешь с такими ударами я не знаю просто обычно у меня локоть летит жестко и все там уже ничего не спасает здорово пар давайте наверное раздербаним вот эту знатную белорусскую тушенку но я я почему-то не вижу здесь манульки форт жир топленый говяжий лук репчатый анти консервант или чуть такой-то не лезь в годности даты изготовления вообще белорусская тушенка всегда ценилась своим качеством ну-ка я отстань тихо а тут у нас какая-то жопа что-то доедит ёлки-палки на мать кот местный это не мой упал у тебя смотри он на земле валяется на вот если кошка значит и нам можно дать хоть бульон попробуем попробуем на вкус по моим московским меркам ноль баллов напиши сколько она стоит я хочу хочу вам сказать здесь пацаны будьте постоянно на суете на стрёме будьте постоянно а семечки ненавижу арбузы семечками я и бежим шайбу арбуза и вырежем середину всю мякоть забьем блендером процедим от косточек такая а ты же блендером сбил уже сгущенное молоко и опять блендером подготовим форму и орешки остудив будущее мороженое заливаем форму бы вкусно наверно чат можно не так мне длина морозилку до полного остывания можно нарезать и пробовать самое натуральное мороженое из арбуза да вот это что это за чмо летает и заебывает она же везде летает японцы не умеют класть асфальт смотрите но это же явные ошибки во первых не идет дождь факт во вторых зачем столько людей 2 петровича справили и в третьих зачем они откладут и заморачивается уже чел говорит петровича ну ты ты когда петрович это последний раз видел блять ты посмотри вокруг там ни одного петровича уже не давно просто песка навалили сверху залили и все главная ошибка их вот смотрите они это делают ночью ну кто же делает ночью обычно все делают 12 часов дня и еще и сразу разметку делают и я не понимаю для чего ладно это короче стёп все понятно в защиту того что происходит понятно что бюджеты все попиливаются очевидно с этим асфальтом потому что его бесконечно можно перекладывать и он бесконечно разъебывается но у нас немножечко по-другому все если что климат другой поэтому неважно когда-то асфальт в какой сезон ты его положишь я надеюсь есть люди которые тут асфальт клали возможно работяги обычные то что его нахуй разъебет летом он нагреется потрескается блять зимой он сука треснет потому что холодно и вот этот контраст поэтому асфальт и не держит другое дело разработать технологию который будет держать такие температуры и теплые холодные ну как будто бы это не выгодно поняли про чё я говорю хотя можно было бы разработать много денег было допустим в это вложить и никогда в жизни больше не менять асфальт ну кому это выгодно будет вот я вам говорю тут и в этом прикол еще кто-то попизживает чуть-чуть так есть такая ну понятно есть но ты смотри блять вдруг резко выходит чел собянин и такой ребята я решил переложить или асфальт всю москву не очень реалистично да звучит поэтому трешка строго в час пик будет две полосы перекрыта желательно еще и утром в час пик вы бы меня выбрали мэром я думаю отличный мэр был бы так а вот вообще сложно мэром стать мне интересно ну вот просто захотеть хочу мэром еще сложно или нет но типа просто у нас депутатов которые я зачем сидят типа вы хоть что-нибудь видели что они там делают они же блять сидят там один что-то вышел такой пук-пук-пук предлагаю и все такие кнопку жмут да нет ну ведь я тоже хочу голосовать все да я тоже да ткну чё-то сложного то блять я уверен в принципе по рофлу свою кандидатуру можно туда отправить и я уверен что я чисто по рофлу соберу блять дохуя голосов не я бы знаете какую речь подготовил я бы такой шоп заебись и моя такая аватарка поняли где я в костюмчике стою вот так вот так вот наискосок поняли как на рекламах вот так шоп заебись владимир семенюк получается потому что на братишкина ну не братишкин кстати больше бы проголосовать владимир братишкин больше бы проголосовал шоп заебись вот так а потом у меня проверки на хату опи опись имущества нахуй вот только из-за этого ничего а прикиньте я бы ну реально стал бы там бы сидел у себя в офис я бы пиздил деньги наверное какие-то но естественно делился бы с народом да то есть короче и там бы стримил я бы себе стримерскую оформил у меня бы сидела какая-нибудь тетя люба которая просто никого бы не пускала пока на рабочем месте знакомая работает как все там в каких масштабах все пилится нахрен уже давно все технологии можно просто просто положить асфальт будет пять лет минимум спокойно лежать но у нас специально не делают отводы для воды из-за этого как раз зимой она замерзает расширяется в асфальте и он от это отрезкается а вместо того чтобы в подложку хуярит щебенку разъебывают бордюры блять и кидает ее туда наху а потом сверху это я понял все мы передадим обязательно я передам свою своей группе мы разберемся с этим недопониманием до изменим технологию голосуем за меня была самая странная рекламная кампания в мире осенью 58 года радио люксембург объявила конкурс тот кто привезет три тонны льда к экватору получит по сегодняшним меркам 17 тысяч баксов за каждый сохранившийся килограмм они не думали что конкурс примут всерьез но хозяин норвежской фирмы по производству стекловата для утепления домов глаз ватт быстро смехнул что может заработать нефиговые бабосики плюс получится обалденная реклама компании если доставка льда в африку пройдет успешно радио сразу отменили конкурс но глаз ватт было уже не остановить к тому же у них появились спонсоры автомобиль предоставил сканья а топлива шелл и кусок льда отправился на грузовике из норвегии в столицу габона либервиль путь проходил через копенгаген гамбур киолин гаагу брюссель париж а в марселе группа села на грузовое судно и по морю добрались до алжира самый сложный была поездка по сахаре где грузовик постоянно застревал в песках но спустя 27 дней и 8 с половиной тысяч километров миссия была завершена успешно они писали все популярные сми а глаз ватт получил мировую известность несмотря на то что это была самая странная рекламная компания понял понял мужик женат кабинова нет я не женат у меня нет девушки у меня нет детей у меня нет никого у меня есть я и мои родители и все да ладно чего вы грустите на самом деле нет ничего грустного в этом какое пиздатое лето у вас не было бы с одноклассниками всегда пиже хоть они и у ёбки все поняли погрустите первые несколько дней потом с кайфом будете на учебку ходить увидитесь там у тети у девочек тити отрасли за одно лето казалось бы да какого нормально приятные бонусы имеются до сих пор